Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Толкование блаженного феофилакта. Пока были юны, мы подчинялись Новомесячам и Субботам. Но когда наступило определенное время воплощения Христова, когда род человеческий, прошедший все виды зла, нуждался во врачевании, тогда Бог послал Сына Своего, то есть благоволил прийти, который родился. Не сказал через жену, чтобы не дать оправдания тем, которые говорят, что Господь прошел через деву, как через канал, совершенно призрачно. Но от жены, то есть принял тело из самого существа ее и был плодом чрева ее. Конечно, здесь нужно на толкование еще разъяснение, на толкование еще толкование. Как бы так, даже с учетом наших знаний, блаженный феофилакт раньше, что он знал немного, я имею в виду из научных представлений, тогда это было не так развито. А сейчас много нам что дано. Вот, во-первых, говорится, когда мы были юные, то есть, ну, дети, по сути дела. О ком это говорится, что дети были? С новомесяча, с субботы соблюдали. А это относится к чему? К закону. То есть, прежде всего, о еврейском народе, да? И вот, когда род человеческий прошел все виды зла, нуждался во врачевании, можно состояние того мира, вот перед пришествием Христа, представить таким простым примером. Наливаем мы в чашку, ну, воды, например. И вот, вот-вот уже через край, через край, и бывает даже вода, она имеет натяжение, натяжение, капелька она, замечали, как вот, допустим, роса, да, на цветочке. Да, и бывает на каком-то покрытии она таким, как почти шариком, да? Вот. И вот последняя капля и раз разливается уже, все через верх. Вот это состояние человечества было тогда, прошедший все виды зла. Что касается еврейского народа, закон его не исправил, пророки, которых Господь посылал, они не исправили. Почему? Пророки были плохие? Да нет, конечно. Конечно. Вспомните Исайя, Илья, это грозные пророки. Илья, по его молитве, огонь с неба сходил. Он попалил там не один, пятьдесят человек, пятидесятники. То есть, пятьдесят человек посылалось к нему, чтобы схватить его и привезти к царю. Ну, царь хотел круто с ним разобраться. А он огонь с неба не сводит с Божьей помощью. Так вот, пророки-то были духоносные мужи, но настолько огрубело сердце, во грехе погрязло евреев, что они не исправились. Это и касается об языческих народах тоже. К ним пророчества тоже были. Вот, почитайте Исаиев, обращенное пророчество у него к Дамаску, к Тиру. Это города языческие. Маав. А при чем тут Маав? Да Господь и о них заботился. Да. И вот, тот допотопный мир развратился, Господь его потопил. Все началось с одного семейства, ноя праведного. И в конце концов, все равно человечество так удалилось. Вот, последний пророк был Малахия. Это примерно 400 лет до Рождества Христова. Вот. При пришествии Христа на землю была империя огромная. И в этом премудрость Божия. Но эта империя тоже, создавая какие-то блага цивилизации, начала гнить, нравственно разлагаться. И она треснула пополам, можно сказать, в буквальном смысле. Разделилась потом на западную, восточную империю. Но это уже позже было. Это уже когда эра христианства началась. Но гниение-то началось раньше. Языческие пророки предсказывали о том, что кто-то будет, что-то произойдет. Явится чудесный младенец. Вот это все полнота времени в этих словах. Полнота времени, что мир дошел до последней точки, когда никто его не мог исправить, только сам Бог. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Нужно было воплотиться тому, который был бы во всем подобен нам, кроме греха. Вот здесь толкователь говорит, что были еретики, которые считали, что он призрачного плотинца. То есть не воплоти человеческой, а как призрак. А через Деву прошел, как бы сказать, призрачный опять же. Но это отвергнута была ересь. И само существо человеческое принял. Вот давайте остановимся на существе нашем. Ну на плоти я имею ввиду. На богослужениях, если помните, на вечернем поется «в лепоту обличайся», в лепоту. То есть что такое лепота? Красота человеческого тела. Из чего мы состоим? Ну взяты мы из перстя, как Адам, да? Адам глиняный или земляной. Ну когда уже стали исследовать, это 19-20 век. В нас больше всего макроэлементов три. Какие три? Углерод, кислород, водород. Примерно до 90% мы состоим из этих макроэлементов. Остальное все потом, оно тоже важное. Там и азот, там и сера. А еще есть микроэлементы, которые важны, но настолько их мало. В нас и железо, в нас и даже там другие металлы есть, и медь. Но настолько в мизерных количествах. И вот Христос, тело его, состояло из всего этого. То есть само существо человеческое. Да, во всем уподобился нам, кроме греха. Он прошел все эти этапы, которые нужно было пройти человечеству. О которой и прошло оно. Закон, обрезание. Ну как вот толкователи говорят, такой пример приводят. Это из тройских листков толкования на Евангелие от Матфея. Сборка толкований святых отцов. Что во время битвы цари одевались в обычную одежду воина. Это в Ветхом Завете тоже мы читаем, это видно. Повествуется об этом. Чтобы враг не сразу выделил, а вот он царь, и туда силы бросить и убить его. А в обычную одежду воина. Так и Христос, как бы в обычную нашу красоту человеческого тела, облегся в лепоту. Чтобы победить врага, ударить. Враг по нему ударил, но он ударил по кому? Сатана. По безгрешному. Он оболгал Христа. Теперь вот эта ложь, лжесвидетельство падает на кого? На врага. И так смертью смерть поправ. Но это уже тема воскресения Христова. И вот. И был под законом. Смотрите далее толкование. Принял обрезание. И совершил все, дабы избавить нас от клятвы, которой сам не подлежал. Проклят всякий, кто не исполняет все то, что написано в законе. А кто его исполнил? Были, конечно, праведники, старались исполнять. Но написано. Все согрешили, лишены славы Божией. Римлянам 3.23. Римлянам 6.23. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. Все согрешили. В Адаме написано, у апостола, все согрешили. Поэтому, какой бы праведник ни был, все равно грешки были, так уж называя грешки, незначительные. Но возмездие за грех смерть, и поэтому умирали и умираем. Так вот, и дарование усыновления, а воспринять сказал для того, чтобы показать, что усыновление предназначалось нам издавна, по обетованию, хотя по причине нашей незрелости и не давалось нам. Ибо и обещанное Аврааму наследие было усыновление, потому что сын наследует. Вот здесь величайшее таинство совершилось, из грязи да в князь, если так попросту говорить. Все согрешили, лишены славы Божией. И вдруг Господь нас так очищает и сынами своими делает. И это касается и евреев, если они принимают Христа как Спасителя, и язычников, которые вообще были отторгнуты, не имели той ограды закона, не имели этих пророков в полноте, как еврейский народ. Жертвоприношение, ну вот у них там идолопоклонство было, приносили бесам, по сути дела, жертвы. И мы становимся сынами через воплощение Иисуса Христа. Наших сердец научает нас называть Бога Отцом. А этого не могло бы быть, если бы мы не удостоились усыновления. Конечно, здесь имеется в виду не просто механический. Вот человек зашел в храм какой-нибудь, ну человек, как сейчас говорят, еще не воцерковленный. Хотя это такой термин, знаете, неточный. Нужно родиться свыше, а не просто воцерковиться. Вот зашел он, слышит молитва Отче наш, он начинает ее читать, повторять там за всеми. Но как Бога Отца он еще не принял, не познал. Он может механически произнести. Но вот именно нужно получить Духа, который божественно и необыкновенно, смотрите, как говорит блаженный Феофилат, касается сердец наших, научает нас называть Бога Отцом. Вот это надо пережить. Это надо родиться свыше. А не просто Михаил, ну Отче наш, бывает и так, что еще с короговоркой оторопалили, все, да еще, Господи, помилуй, как стрельба, извините, из пулемета. Что это? Мы обращаемся к живому существу. Бог становится нашим Отцом, когда мы вера в Иисуса Христа, принимаем его сердце свое. Когда мы рождаемся свыше, Бог, Отец наш, а мы Его сыны, наследники. Итак, когда мы дети и наследники непростого, непростого достояния, но божественного, и сонаследники единородного, зачем же опять становиться рабами и держать закон, отвергаем, даровавшую нам усыновление веру? Вопрос. Это все последнее вот это предложение к тому, что галаты стали отступать от веры. Апостол Павел это и врачует этим посланием. Появились лжеучителя, которые говорили, что если вы не обрезываетесь, вы отпадаете от веры. Ну и некоторых совратили. Ну и еще также говорили, что нужно держаться ветхозаветного закона. Это после того, как уже пришел Мессия, и проповедь, благовестие разнеслась по всей вселенной. Стали обращаться души, рождаться свыше. И вот враг рода человеческого таких учителей, лжеучителей, стал сеять. Которые говорили, что нужно соблюдать ветхозаветный Моисеев закон. Поэтому и блаженный Фефилакт и говорит об этом. То есть, по сути дела, уже отвергалась вера, о которой Христос говорил, апостолы. Которая есть спасительная. Если человек возвращался снова к тому закону, который был в прошлом. Вот что касается апостольского чтения. Любель человечества, наша планета. Стихи Игнатия Тихоновича. Колыбель человечества, наша планета. Улыбкой и пением ангелов. В этот день торжеством одетая Рождество Иисуса празднует. Свершилось предсказание векам грядущим. Младенец родился в крохотном Вифниеве. Истинный Бог, Божий Сын, отначал осущий. Свет воссиял в странах смертной тени. Сколько радости жаждущим счастьям. Сколько ненависти врагам. Трудно, но надо сегодня признаться. Кем для Иисуса ты стал? Славь песнях звучных рожденья Иисуса. Празднуй рожденья Христа. Все песни Ему, к ногам Ему гусли. И все до единого победных венца. Славь те Христа. Славь те Христа. Славь те Иисуса Христа. Чадом возлюбленным, кровью искупленным, Или чужим для Него на земле. Это решение, где будем мы. В вечном сиянии света. Или в кромешной тьме. Благость и трепет весь мир объемлен. Бог воплотился в образе человека. Ожидание прошедших тысяч лет. Увечалась сегодня поглядой. Славь песнях звучных рожденья Иисуса. Празднуй рожденья Христа. Все песни Ему, к ногам Ему гусли. И все до единого победных венца. Славь те Христа. Аллилуйя. Славь те Христа. Аллилуйя. Славь те Иисуса Христа. Славь песнях звучных рожденья Иисуса. Празднуй рожденья Христа. Все песни Ему, к ногам Ему гусли. И все до единого победных венца. Славь те Христа. Аллилуйя. Славь те Христа. Аллилуйя. Славь те Иисуса Христа. Колыбы человечества, наша планета, улыбкой и пельем ангелов. В этот день торжеством, одетая, Рождество Иисуса празднует. Аллилуйя. На землею ночь повисла Русыпью кристальных зон. Звезд. Срок настал, сошлись все числа, Мир пришел, Господь Христос. Это чудо воплощенья, Вечной сути бытия. Это радость все прощенья, Облетела все края. Он радость принес, Он радость принес, Рожден Господь Христос. Аллилуйя. Мы славим Тебя, Мы славим Тебя, Рожденного Царя. Хвалите, хвалите Господа Христа. И узнали все народы, Что селенье Бифлеем, Колыбели с лодов роды, Новой заповеди всем. Над землею ночь повисла, Отблеском кристальных звезд. Срок настал, сошлись все числа, Мир пришел, Господь Христос. Хвалите Христа, Хвалите Христа, Хвалите Христа, И пусть вся земля. Он радость принес, Он радость принес, Рожден Господь Христос. Аллилуйя. Мы славим Тебя, Мы славим Тебя, Рожденного Царя. Хвалите, хвалите Господа Христа. Хвалите Христа, Хвалите Христа, И пусть вся земля. Он радость принес, Он радость принес, Рожден Господь Христос. Аллилуйя. Мы славим Тебя, Мы славим Тебя, Рожденного Царя. Хвалите, хвалите Господа Христа. Аллилуйя. Хвалите, хвалите Господа Христа. Аллилуйя. Аллилуйя.